Простейший тест «Расскажите о себе, о своих успехах» просто выбивает человека из колеи, потому что о своих недостатках она может рассказывать отсюда и до послезавтра. Это правда, да, это то, на чём мы циклимся. Да, да. Здравствуйте, это подкаст «45 плюс», подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100 и сейчас находятся где-то в середине пути. Мы говорим с женщинами и для женщин, которым от 45 до 59 лет. Это то, что называется средний возраст. Я Юлия Зенкевич, ведущая этого подкаста. И у меня в гостях Виктория Шухат. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Юля. Виктория – консультант и коуч. У нас есть опыт корпоративных сессий в компании с Викой. Но помимо того, что Вика занимается консультированием… По теме управления. Да, бизнесов. Вика, на самом деле, совершенно нестандартный, на мой взгляд, человек, обладающий удивительной совершенно вообще энергетикой и человек, который распоряжается своей жизнью так, как нам и не снилось. То есть Вика – тот человек, который может поставить цель и её достичь. Причём это могут быть цели в совершенно разных сферах. Любое начинание Вика называет это же проект и вырабатывает алгоритмы, с помощью которых этот проект можно реализовать. Я, собственно, к Вике как героине, как к женщине того периода, о котором мы разговариваем, с одной стороны, а с другой стороны, как к консультанту, потому что сегодня мы хотели поговорить о самооценке, которую много что подрывает, когда тебе 45+. И хочу посоветоваться и спросить рецептов, как поддержать самооценку, вывести её на новый уровень и плюсы возраста, сделать действительно плюсами, не давая себе скидок и в то же время находясь в какой-то гармонии с происходящим. С удовольствием. В какой-то момент я поняла, что многие вещи меня фрустрируют. То есть мне стало сложно вывозить переговоры и тендеры. Мне стало сложно, когда меня кто-то с кем-то сравнивает. Я поняла, что я по всем сферам жизни, видимо, имею какую-то шкалу от нуля до ста, оцениваю свои успехи по разным параметрам и нигде сто баллов не добираю. И это делает меня несчастной, менее эффективной, потому что я начинаю рефлексировать, останавливаюсь и думаю, что если я не могу что-то сделать идеально, а уже вроде как не солидно, мне хватает вроде и опыта, и навыков, и знаний, и я уже должна быть настоящим перфекционистом и уже делать так на 100%, а на 100% не получается, и тут я останавливаюсь вовсе и думаю, ну, может, тогда можно вообще не делать. Так не очень работает. Когда я думала про этот эфир, я поговорила с своими подругами, и ответов, надо сказать, получила много. 25 моих ровесниц поделились своими болями, рассказали вообще, что их расстраивает и на чём они циклятся, и много вообще аспектов перечислили. Это и отражение в зеркале, которое уже не такое, как было вчера, и мужчины вслед не оборачиваются, и на работе устал менять время на деньги, и с детьми сложности диалога, и много вообще разных параметров, в том числе финансовый аспект, накопили возможность для пассивного дохода или нет, а есть ли силы начинать что-то новое, чтобы всё-таки сделать этот задел, а может, уже и поздно. Пенсии на горизонте. Пенсии на горизонте, молодые наступают, конкуренция с прекрасными девами, которые образованы и много путешествуют, отлично выглядят, а тут ты вроде всегда был передовой такой флагман со свежими идеями, а конкурировать всё сложнее, потому что выросло несколько новых поколений, и у них тоже идеи. И, собственно, вопрос. Для начала давайте определимся, что такое самооценка, потому что есть понятие «любовь к себе», а есть самооценка. В чём разница? Вообще очень много вами затронуто сейчас разных аспектов, поэтому я предлагаю идти по шагам. Что такое самооценка? Нас ведь интересует не просто самооценка, у нас всё, что мы про себя думаем, это самооценка. Нас с вами, как вы понимаете, интересует адекватно высокая самооценка. То есть самооценка – это оценка себя, на что я способна, на что я способен, что я могу, чего я не могу, сколько усилий мне потребуется для того, чтобы достичь то, чего я могу. И проблема в том обычно заключается, что у нас с вами изначально, с самого нашего рождения и воспитания самооценка занижена. То есть она адекватно низкая, иногда она даже неадекватно низкая. А бывают ещё завышенные самооценки. Это, боже, как я крут, выше меня только звёзды. Я обожаю таких людей. Они идут вперёд, как правило, ну, если они к этому ещё подтаскивают всякие навыки, то они часто побеждают просто потому, что у них в голове, в картине мира нету идеи, как можно не победить. Это непонятно. Таких людей очень мало. Это волшебные люди-достигаторы, но мне кажется, что невозможно всю жизнь прожить в таком ритме. То есть, мне кажется, люди бизнеса в какой-то момент стоят на этих рельсах достигаторства. В этот момент они начинают бегать в триатлоны и делать всякие другие вещи не только в делах. И накопив серьёзный капитал, дальше они думают, ну так, я всю жизнь бежал, а теперь же мне надо вглубь. И отходят от этого. У всех по-разному. То есть, вы встречали людей, которые всю жизнь жили в таком ритме? Да, конечно. Когда это было органично, они не перегорали. Давайте не будем путать достигаторство, то есть, достигатор в моей картине мира, по крайней мере, вот из того опыта, вот как-то, я уже могу сказать, пошёл 27-й год, как я имею честь всем этим заниматься. Всем этим это чем? Моя основная деятельность – это экспертиза по управлению. То есть, каким образом управлять другими людьми можно лучше, больше, эффективнее, с большим результатом, с меньшим количеством усилий, с большей радостью, вообще с большими выгодами, выхлопами и так далее. И поэтому самооценка – там просто центральная часть, потому что если вы сами о себе недостаточно хорошего мнения, как вы пойдёте другими людьми управлять? Безумен тот, кто хочет управлять другими, не управляя собой. У меня уточнение. Именно про границу между любовью к себе и самооценкой. Мне очень понравилось определение, которое дала наша общая подруга Маша, что самооценка – это не оценивание себя, а оценивание своих действий как эффективных и неэффективных. И вот эта формула мне очень помогла, потому что это совершенно меняет ракурс. Правильно. То есть, я плохой, я не дотянул, а вот я действовал на результат или как? Истинно так. Потому что большая часть наших проблем, вот с чем ко мне приходят очень часто, это привет из школы, привет из детства, привет от родителей, когда на нас навешивали ярлыки. Ты двоечник, ты троечник, ты неряха, ты бездельник, там у тебя медведь на ухо наступил, ну и так далее. Из лучших побуждений. То есть, они не пытались нам показать, что у нас не работает в процессе обучения и что можно будет крутить, чтобы достичь пятёрки? Это, конечно, так. Я понимаю, что это всё типа нам во благо, потому что… Ну, давайте, если говорить про женскую судьбу, так сказать, второй половины XX века, вот к которой мы принадлежим по возрасту рождения, тогда ещё были основные стереотипы, в чём заключалась главная женская успешность – выйти замуж. То есть, это вот отсекало, то есть, не выйти замуж – это, в общем-то, было жизненной катастрофой, по большому счёту. То есть, это уже сразу, так сказать, человек второго сорта. Потом, конечно, как именно, за кого там, какие… Вот это уже всё то речит. И все вот эти стереотипы, которые нам навязывали с детства и в которых нас выращивали, они были заточены исключительно на одну цель – чтобы мы котировались на брачном рынке. Для этого мы должны были быть красивые, но тихие, терпеливые, покорные, спокойные и так далее, и так далее. Ну, то есть, чтобы кто-то всё-таки на нас, так сказать, польстился и вот это всё замуж взял. Потому что, если ты как-то о себе что-то очень много представляешь, то сразу, так сказать, на брачном рынке количество претендентов сильно снижается. Потому что, с той стороны, он, значит, смотрит на тебя такую прекрасную и думает, не-не-не, больно хороша для меня, не потяну. Ну, то есть, не хватит моего социального капитала. Но мне кажется, что это вот такой вот диалог в обществе до начала XX века, а потом-то это всё менялось. Я вас умоляю. Да что вы. Когда мы с вами заводили первых детей, у нас, как это, возраст старородящий был 28 лет, если вы помните. 28 лет. То есть, люди, которые на 20 лет нас сейчас моложе, они даже не понимают и не представляют очень многих этих историй. Дело в том, что нас-то воспитывали те, кто жил сильно раньше. То есть, они нам передавали весь свой опыт. Мы от родителей получаем только то, что было в них. И мы, в принципе, детям в состоянии передать только то, что есть у нас. И поэтому, да, мир уже менялся, но вот эти стереотипы и клише и у нас, и у женщин даже, скажем, на 10 лет моложе, они оставались ровно такими же. И во многом, да, ну, мальчиков тоже прессовали, потому что их надо было потом в армию отправлять, чтобы они там слушались и не бунтовали. То есть, это вся была школа, добавляла своих прелестей в этом смысле. Это во многом вся грандиозная система формирования поколений с заниженной самооценкой. Такими людьми гораздо проще управлять. Такие люди, действительно, они не бунтуют, они не задают всяких там неприятных вопросов. Удобные, классные граждане, абсолютно точно. А как именно каждый человек в этот момент чувствует, это, в общем, кого это интересует, это его проблемы. А дальше каждый уже сам из себя выстраивает что-то, что может. И есть люди, которые прожили всю свою жизнь искренне считая, что неспособные, не могут, не достойные, при том, что у них были объективно могучие жизненные достижения, но в их картине мира, привет перфекционизму, да, от латинского слова perfecto, да, то есть что значит превосходный, в их картине мира, если их спросить, там уже были всякие там награды, грамоты, бюст на родине героя, всё это уже было, но в голове у человека всё равно, ну можно же было лучше, можно, но пока нету вот этого идеала, да, то есть вот идеал там, будь он неладен, да, который нам втюхивали и продавали со страшной силы, которого не существует, конечно. Всегда был кто-то лучше, дочка маминой подруги, другая девочка. У меня с мамой был в детстве такой диалог, у меня очень поддерживающая мама, которая действительно очень за нас, очень любящая, и она помогает действиями. Это скорее исключение, чем правда. Ну вот у нас действительно счастливый случай, и при этом мама нас всегда ругала. Она нам помогала действиями, но на словах мы всегда не дотягивали. Я в какой-то момент спросила, мама, ну почему же ты меня всё время ругаешь? Она говорит, можно я тебя буду ругать, чтобы другие хвалили? И это было очень как бы для меня странно и дискомфортно. Папа, наоборот, всё время давал авансы. Если я могла отличить там два элемента таблицы Менделеева и один от другого, он считал, что уже я знаю химию до 11 класса. Это была другая крайность. Но в какой-то момент та же моя прекрасная мама дала мне очень поддерживающую формулу. Я слышала, как она про меня кому-то говорила или мне говорила. В общем, я запомнила выражение, что ну не хуже других. И это оказалась большая поддержка. Ну то есть, может быть, я сделаю не идеально, но ведь не хуже других. Однажды, когда я услышала разговор моей мамы по телефону, когда она сказала, что Вика ведь красивая девочка, я решила, что она говорит про какого-то другого человека, а не про меня. То есть, потому что у меня мама была совершенно неподдерживающая. Это вот вообще не наш случай. То есть, у меня, наверное, была одна такая классическая советская мама. С ней бабушка очень плохо обращалась. По-видимому, бабушке тоже от своей мамы доставалось. Ну и я грибла. И поэтому, общаясь сейчас со своими дочерьми, я очень уже на рациональном уровне стараюсь этот голос мамы в себе затравить, чтобы этого всего они не слышали от меня уж точно никогда. Я надеюсь, что, может быть, на мне эта порочная практика прервётся. Ну, в моей семье, вот в нашей линейке, да, вот есть подход мамы, а есть моя дочка, которая говорит, ну, сколько бы я ни старалась, вам с бабушкой кажется всегда, что я стараюсь недостаточно. Но тут она вышла из этой парадигмы и тоже дала мне один отличный совершенно вообще лайфхак поддерживающий. Она пользуется активно английскими словами, и в её интерпретации это звучало как «fake it till you make it». Я была в чём-то не уверена, она говорит, ну, ты притворись, пока ты не научишься это делать, ты просто сделай вид, что ты умеешь это делать. Сделай вид, что ты умеешь, да. Это тоже отличная вообще оказалась поддержка, вот эта вот комбинация. Это методика, да, конечно, конечно. Более того, когда это, например, один из приёмов, когда нам тяжело, грустно, печально, надо начать искусственно улыбаться и лучше смотреть в зеркало. То есть вот прямо надо растягивать мышцы лица, как будто ты улыбаешься. И у нас импульс идёт в мозг ровно, так сказать, по-обратному. И через какое-то время мы начинаем испытывать ровно те чувства и эмоции, которые мы испытываем, когда мы хотим улыбнуться. Это правда работает железобетон. Ладно, давайте откатимся обратно. То есть родители считали, что мы должны стараться лучше. Самооценка наша всё время была под угрозой, потому что опять что-то сделал не так. Ну, не всем. А даже неважно. Просто мы мог ничего не делать. Как надо сделать. Просто вот получила двойку, двоечница, будешь дворником. Ну, не только, на самом деле, родители, потому что, например, вот даже вся система оценки в школе, на мой взгляд, она, конечно, ужасна, потому что есть всего одна хорошая оценка, пятёрка. Нету шестёрки. Ну, есть пять с плюсом какие-то, жалкие, да, но все остальные оценки плохие. Тройка, которая, по идее, должна была бы быть нормой, да, ну просто средние результаты, на самом деле была бы плохой. Удовлетворяешь запросы. Да, ну то есть решаешь те задачи, которые передоставят. Вообще, надо сказать, что чем старше мы становимся, тем мы умелее и опытнее. У нас просто опыт удачи и неудачи большой, да, и мы как бы увереннее в себе становимся. Это совершенно чётко заметно, например, как люди выступают. А нет ли обратного хода? Потому что, как говорил мой папа, что лучший вообще возраст от 30 до 40. Я тогда ещё была на подступах к этому десятилетию. Я думала, вау, впереди лучший возраст, и правда, я очень круто прожила эти 10 лет. А потом у папы не было следующей версии. Он мне не говорил, что от 40 до 50 лучший возраст. Я просто сейчас живу и тоже живу неплохо. Но всё-таки мне кажется, что в какой-то момент мы набираем, набираем, набираем обороты. А вот, судя по отзывам моих собеседниц и по моим самоощущениям тоже, в какой-то момент уверенность подвергается внешнему воздействию. И мы сравниваем себя с собой вчерашней. И не по всем параметрам. Понимаете, вот я в изумлении, когда я читала, так сказать, ваши вопросы, я понимаю, что мой опыт какой-то абсолютно противоречивый. В 20 лет мною можно вообще мыть пол. То есть я настолько плохо выглядела, ничего из себя не представляла, вообще по всем параметрам. Как я вышла замуж чисто случайно. Ну, за первого встречного. Потому что моя самооценка была очень низкая. Реально я согласилась, потому что было очень важно выйти замуж, как же так. С каждым следующим десятилетием становилось всё лучше и лучше. Я сейчас на пике формы. Вот своё объективное чувство. Причём это… Нет, я думаю, что я ещё не на пике формы, я к нему приближаюсь. Потому что с нетерпением жду 60-летия. Мне очень интересно. Да, да. Мне очень близка такая позиция, что 50 – это новые 30, 70 – это новые 50. Ну, благодаря всем возможностям медицины, косметологии, питания, образования, наличия денег свободных и так далее, мы получили примерно 20 лет жизни, по меньшей мере. Это, кстати, очень легко определить, глядя на фотографии наши и наших родителей, или тем более бабушек и дедушек. То есть, то, как сейчас выглядят 40-летние люди, так выглядели люди, скажем, лет в 25, в 27, в начале века. А как 60-летние люди сейчас выглядят, тогда выглядели люди лет в 40, соответственно. Ну, то есть, ещё раз, очень много что зависит от социального слоя, от воспитания, образования и так далее, и так далее. То есть, понятно, что все люди разные очень. Но вот наблюдая, например, как-то креативный класс или тех людей, с которыми я имею честь работать, это управленцы. То есть, вот у меня программа «Управленец», куда приходят женщины-руководители. Как раз средний возраст, как раз, ну, наверное, от 35 до 60. Хотя есть и в ту, и в другую сторону. А поскольку их тысячи людей, есть статистика, сравнение довольно богатая. Тема самооценки мега актуальна для всех, потому что даже объективы. Это уже директор школы, это уже главврач больницы, это уже там кандидат или доктор наук, это уже владелец там предприятия с четырьмя филиалами. И простейший тест «Расскажите о себе, о своих успехах» просто выбивает человека из колеи, потому что о своих недостатках она может рассказывать отсюда и до послезавтра. Это правда, да, это то, на чём мы циклимся. Да, да. И помнит очень хорошо, как она накосячила на втором курсе института, и как она запорола там экзамен. Или как она в школе не сдала музыкальную какую-то там пьесу, не сыграла. А ей там за 50, она это помнит. Это одна из моих таких принципиальных методик. Я отдельно настойчиво настаиваю, ну, есть такая технология фокусировки на своих достижениях, когда я прошу составить список, систематизировать его, структурировать, подтянуть друг к другу, да, ответить во второй колонке на вопрос, а что это достижение дало, ну, соответственно, там, вашей компании, организации, социум. И это мы сейчас говорим только про деловые, про профессиональные вопросы. Я сегодня получила ровно такое задание, причём начать предлагали от школы. Я так глубоко задумалась. Это очень далеко. Хотя бы последние три года. Хотя бы последние три года. И то у нас в этом смысле амнезия, потому что я предлагаю всегда смотреть фотографии, смотреть органайзер. Мы не помним. Ну, продолжая, так сказать, вот тему культурного кода, мы цивилизация людей, заточенных на проблемы, негатив и ошибки. Мы цивилизация, это в этой части земного шара? Или мы люди земного шара в любой точке? По крайней мере, я говорю про дорогих россиян, людей постсоветской культуры. Потому что любой акт контроля – это что? Это акт поиска ошибок. Это не за что похвалить, а за что поругать. Это разыскивание косяков, это несоответствие как-то плана факту. Любой акт контроля, который очень болезненно воспринимается и тем, кто контролирует, потому что никто не хочет быть бабой-ягой, и тем, кого контролирует, и это надо пережить, и всё. А не за что бы похвалить, а не за что поставить на вид и сказать, вот умница и молодечек в следующий раз делай ровно так же. И когда на рациональном уровне люди начинают вот этот простой, элементарный вообще детский приём внедрять в свои, так сказать, производственные практики, в переговоры, в общение, просто взрывы происходят, восторга. Как? Какими глазами на меня посмотрели? Как они теперь стали стараться? Как они приходят и летают? Почему? Просто вот, как положено, значит, встали руки в боки, отчитали, потом, а, ну да, надо же похвалить. Да, смотри, а вот это ты сделала хорошо, вот это здорово. Что, серьёзно? Серьёзно. Потому что как мы обычно реагируем на позитив? Никак. Ты хорошо выглядишь, но нет. Это платье я купила, не знаю, 20 лет назад. Это неумение принимать комплименты или благодарности. Это тоже отдельная история. Многие говорят, что мне кажется, что надо мной издеваются, когда меня хвалят. Ну не можешь же быть такого. То есть это вот укоренённая в голове картина о несовершенстве себя. Одна моя подруга, которая, мне кажется, что выглядит великолепно, она высокая, стройная и в очень хорошей форме, сказала, что она вот как раз после 45 себя отпустила, она всю жизнь считала себя некрасивой, а потом поняла, что уже внешность не изменится, буду жить, какая есть. И ей сильно полегчало. Но всё-таки давайте из слоя людей-управленцев, женщин-управленцев, вернёмся к обычным людям. То есть у меня есть теория, что в хорошей форме и на хорошей вообще энергетической планке находятся люди, которые находятся вот в таком взаимодействии, когда они много отдают и вкладывают. Если ты руководитель производства, то ты там присматриваешь и даёшь рабочие места для большого количества людей. Если ты психолог-консультант, то действительно от тебя люди уходят с облегчением. Или если ты преподаватель, и у тебя действительно есть чем поделиться, ты получаешь много благодарностей, комплиментов, и это такой отличный совершенно энергообмен. То есть когда ты вклад для кого-то, это возвращается сторицей. Но есть просто люди. Вот мы живём среди просто людей, которые далеко не всегда в такой вот лидерской роли, и они оказываются в ситуации 45+, и вот дальше их многое, вернёмся к началу, расстраивает. То есть может быть не такой эффективный энергообмен. Меньше становится вокруг новых лиц, а старые трансформируются, трансформируются какие-то взгляды, происходит расхождение. Иной точно так же. Ключевой момент, который вы сказали. Меньше становится. То есть как только вы понимаете. Причём тут я как бы поспорю, что какие-то есть руководители, и есть простые смертные. Руководители – это тоже абсолютно простые смертные. Это довольно массовая вообще профессия, управлять другими людьми. Понимаете, любой начальник ЖЭКа, любой преподаватель руководит другими людьми, например, даже не являясь начальником формально. То есть кто-то, кто говорит что-то, а другие делают, так или иначе руководит другими людьми. Поэтому это довольно массовая история. Но сейчас даже не об этом. Вы сами сказали, что и вдруг вы замечаете, что там всё привычное, особой радости ничего не производит, кругом такие же зануды, как и вы. Как только вы это осознали, ровно в этот момент вы можете поменять ситуацию. И только от вас зависит, какое будет окружение, и вы можете его поменять вообще на 100%. Ну вот как я сделала в своё время, в 40 лет я практически полностью в очередной раз поменяла свою жизнь. То есть я переехала, я сменила круг друзей, я сменила вид деятельности, я сменила супруга. Вообще всё поменялось. У меня в 42 года был такой подход. Мне показалось, что в 42 года со мной случился кризис среднего возраста. А почему кризис? Ну вот у меня было такое ощущение выгорания, видимо, и желание перемен. И в этот момент у меня поступили уже в вузы оба ребёнка. Я подумала, ну всё, я высвободила некое количество времени для себя. Как же я могу обратиться со своей прекрасной единственной жизнью? Я погрузила в машину вещи летние, вещи зимние, там и босоножки, и шубу, и подушки, и пледы. И просто переехала, это заняло примерно тогда по скоростной трассе 5 часов, из Москвы в город Петербург. Поселилась в прекрасном историческом здании на улице Колокольная. И прожила там счастливейший год. В другом окружении, в другом контексте. И это была хорошая перезагрузка. С одной стороны. С другой стороны, это был совсем даже и не кризис, а просто вот желание перемен. Оказалось, что всё-таки работа вся сконцентрирована в Москве. И я вернулась и продолжила функционировать здесь. А могла бы ещё куда-то дальше поехать. Ну, могла бы, конечно. Да, там в Париж, в Нью-Йорк, в Токио. Но это именно вот способ переключения. И он не всем доступен, совсем не всем доступен. Не понимаю, почему. Объясню. Потому что очень многие наши ровесницы оказываются в ситуации, когда дети, они же разных возрастных категорий. Вот у меня рано появились дети, у вас рано появились там первые дети, да? Вот. Они успели вырасти. У меня много подруг, у которых детям сейчас, ну, школьный возраст, там, 10 лет, 12 лет, а кому и меньше. Они же с собой и едутся. Если всё упирается в физическое период. А дальше есть ещё родители, которые в какой-то момент начинают нуждаться в нашей поддержке. Да, конечно. Тогда вы начинаете искать того, кто это будет делать лучше вас в разы. А дальше ты должен найти источник финансирования для всех своих хотелок. То есть это комплексная история. Конечно. Для меня почему удивительен этот разговор про то, что проблемы с самооценкой, потому что, ну, и богу, моя всё возрастает и возрастает, потому что мне правда очень нравится то, что я вижу в зеркале, и мне очень нравится та жизнь, в которой я живу. Прежде всего, потому что я, наконец-таки, к этим годам научилась зарабатывать деньги. И могу себе позволить... В какой момент это случилось? Ну, это смотря, что, понимаете, под деньгами. Но, скажем так, последние лет 10 меня радует всё возрастающее. А какая была стратегия? Стратегия вначале была выживания, а потом была просто физического, потому что мы были очень бедны. Ну, в 90-е, ну, чтобы было понятно, мы два года ели хлеб и молоко. Я ездила в начале 90-х, я помню, как сейчас, посмотреть на помидоры, потому что мне очень хотелось помидоры, но их цена находилась, так сказать, за пределами. Мы были бедные и по советским меркам, и стали абсолютно нищие, когда началось вот то, что началось. Вероятно, это был тот самый волшебный пендель. Да, и я очень ребёнок возрастных родителей, поздний, да, и они к этому моменту все уже вышли на пенсию. В общем, и до этого не особо на что угодились, а после этого вообще. Сказали, что, ну, давай, всё, теперь ты. А сколько вам было лет? 17. А вот прям так, быстренько, да, начинаешь? Да, 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 17 лет. А это ещё учёба была в институте? Конечно, был второй курс, да, как раз. Давай ты сама за себя или давай ты за себя и за всех? Нет, давай за нас. Как это? Сама за себя у нас вообще не существовало, и такого не было как бы никогда. Как это? Есть семья, которую надо обслуживать, и надо сказать, что для меня это был потрясающий такой толчок, потому что я до сих пор так живу, и вот, ну, к сожалению, моих родителей уже нету, но есть, например, тётушка и дядюшка, и я надеюсь, что они проживут очень долго, потому что для меня идея качественной жизни людей старших поколений, за которых я отвечаю, она настолько просто турбоэнергию мне всегда придавала, я не могла не зарабатывать, потому что надо было их качественно обеспечивать. Мне было очень важно, что вот и мама, и её сестра, например, не знали до конца своих дней, какая у них пенсия. Это их вообще не интересовало. Это очень крутое свойство, на самом деле, ваше, потому что я знаю много ситуаций, когда барахтаются не очень устроенные в профессии люди, потому что им слишком рано пришлось именно обеспечивать, ну, такую повседневную жизнь, там, еду на столе себе и семье, и они не успели найти себя, свою нишу, доучиться и крепко встать на ноги, просто потому что им слишком рано пришлось заниматься выживанием, а не выбором лучшей вариации себя. Ну, опять-таки, у меня совсем другой опыт, и я знаю, что, опять-таки, наблюдая за людьми, которые были в подобной со мной ситуации, а многие же тогда в начале 90-х страшно вообще удивились происходящему, ну, как это, доучиться ты всегда сумеешь, ты всегда успеешь. Если у тебя есть цель, если тебе это надо, то ты найдёшь 10 тысяч способов, и ничто тебя не остановит. Это, знаете, как человек, который хочет в туалет попасть, он невероятно мотивирован к этому. Примерно то же самое. Может быть, это отмазки? Ах, я была вынуждена заниматься, не знаю, младшими братьями, и поэтому я не закончила ничего. Может быть, это как-то оправдание? Мне всегда казалось, что разговоры про уровень энергии – это просто разговоры, что есть просто люди какие-то ленивые и недостаточно мотивированные и так далее, но оказалось, что это связано и с национальностью, и с большим количеством гететических каких-то аспектов, и с типологией личности. И действительно, вот кому-то дано столько энергии, что он может вытащить старшее поколение, младшее поколение, быть при этом в романе, управлять заводом, и ему будет нормально. Это его заводят ещё больше на какие-то свершения. А есть люди, которым реально не хватает энергии сделать 5 дел в течение дня, ну просто потому, что ему столько отпущено. Мне раньше казалось, что это так не может быть. Удивительные люди, например. А оказывается, это действительно реальность, поэтому наши рецепты, они применимы только к людям с равным уровнем энергии. Ну нет, не совсем, потому что, опять-таки, я в какой-то момент, осознав, что моя, например, старшая дочь меланхолик, что было для меня просто изумлением и откровением, я как не могла понять вообще, кто это. А потом, ну вот так всё разложили, да, это такой тип темперамента, вот это чистая физиология, это привет от собаки Павлова. Есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Самые выносливые – флегматики, самые энергичные – сангвиники, да, самые эмоциональные – холерики, а меланхолики – это тонкие чувствующие натуры, но которые действительно регулярно впадают в спячку. Ну просто у которых так яркие и острые переживания, что они на это как бы кладут вообще всех себя, и на, так сказать, часто поддерживание каких-то базовых функций уже ресурса не хватает. При этом, конечно, я твердо знаю, что любой человек осознавая в тот момент, как только мы понимаем, что происходит, кто мы есть, всё, вот эта физиология над нами не властна. То есть, ну, властна, но до какой-то степени. Мы можем совершать разные действия, мы можем делать разные упражнения. Ну, знаете, как вот в школу музыкальную попадают дети с очень разным уровнем слуха, а те, кто её закончили, все прекрасно. У тех мамы хотели, чтобы эти дети занимались музыкой. А мама хочет? Ключевой вопрос. Нет, мама по-другому. Директор музыкальной школы. БИТЬ ПО КЛАВИШЕ. Но то, что каждый человек, я убеждена, и вот у вас неоднократно, мне кажется, прозвучали эти, на мой взгляд, ограничивающие убеждения, но не все же могут. Да нет же, все могут. Вот я на том стою. Любой человек со своей жизнью может сделать, что хочет. Если хочет. Давайте представим, что я некий собирательный образ моих подруг. Сижу тут, такая напротив консультанта. Так не бывает. У каждого нет двух одинаковых людей. Безусловно. Тем не менее, да, я знаю более своих собеседниц. Вот я их аккумулировала. И вот, например, давайте прямо по порядку. Смотрим в зеркало, а там… То, что нам не нравится. Да. Там наша мама. Отлично. Ну, это, кстати, не так плохо. Может быть, и наша бабушка. Может быть, да. Да, но еще хотелось бы, чтобы там мужчины вслед оборачивались и в красном платье эффектно выйти. Прекрасно, с удовольствием, да. Что делать? Есть вопросы. Ну, во-первых, обратитесь к профессионалу. Опять-таки, мы живем в потрясающее время, когда можно сделать невероятные трансформации. Есть там целая передача на 10 лет моложе, да? То есть обратитесь к профессионалам, идите к косметологам, идите к пластическим хирургам, идите к диетологам, идите к специалистам по формированию фигуры. Все эти люди есть. Это все про достигаторство. А вот мне очень нравится тезис, какой ты должна быть. Ты можешь быть любой. Вот ты не обязательно… Если ты счастлива тем, что ты себя видишь в зеркале и принимаешь, да. Я помню, нам было 37 лет, у нас было 20-летие выпуска школьного. То есть 17 плюс 20. И пришли люди. У меня был культурный шок. Потому что вот 20 лет спустя мы все одногодки, да, тогда все в одно и то же время приходили в школу. То есть там был диапазон от девочек-подростков до бабушек. То есть 37-летние женщины, москвички, окончившие французскую школу, выглядели с разбросом лет в 20 реально. Причем это никак не коррелировало ни с количеством детей, ни с профессией, ни с деньгами. То есть я не увидела какой-то взаимосвязи. Более того, это никак не коррелировало с тем, кто как учился. Вообще между школой и жизнью оказалось нет никакой связи. Были те, кто хорошо учился, хорошо устроился и хорошо выглядел, плохо учился, хорошо устроился, там плохо учился, плохо устроился, хорошо учился и плохо устроился. Может быть, мы попали на... Мораль. Вот просто у нас же есть некие эталоны. Каждый человек. Да нет у нас никаких эталонов. Ну нет, все равно есть эталон красоты, молодости. Да, допустим. Идешь и делаешь себя. Self-made. Ну а если ты не хочешь делать себя, но при этом в зеркале не очень нравится. Тогда значит ты можешь сидеть и ныть, и вообще твоя жизнь никому кроме тебя не нужна. По большому счету. Ты это то, что ты из себя сделаешь. Да, есть люди, которые совершенно осознанно говорят, да я там, что уж мне там осталось-то, да, говорит она там в 38 лет, да. А есть, вот в Париже меня изумило массовое количество изысканных стареньких, даже не пожилых, стареньких француженок, то есть которые выглядели, ну я не знаю, лет на 80 и были похожи на там селедку худую, да. При этом от макушки до пят, вот до кончиков ногтей, это были безупречно изысканные дамы. Ну это олд-мани, жизнь для себя красивой, я думаю. По-разному? Нет, очень по-разному. Почему же? Это не стоит уж таких сумасшедших денег, нет. Но опять-таки, а если для вас это цель, то вот вы начинаете на это зарабатывать, как я в своё время делала. Например, когда я задалась вопросом, что я хочу, так сказать, произвести свою внешность и ряд изменений, да, я брала кредиты, я отрабатывала потом, как и всегда. А мы можем озвучить, что конкретно? Ну я много чего делала, ну и пластику, и всякие уколы там, и как-то уж проще сказать, чего я не делала. И я точно знаю, что надо делать всё. Если в твоей картине мира это незначимо, то какие проблемы? Коко Шанель нам говорила, да, до 30 лет у вас та внешность, которую вам дал Господь Бог после 30, которую заслужили вы сами, абсолютно. Поэтому я не понимаю вот этих, что такое достигаторство в этом смысле. Вам нужны результаты, вы их получаете, да, это, опять-таки, действительно проект. Всё в этой жизни, правда, проект. Хочется дом – это проект, хочется машину – это проект, хочется ребёнка – это проект, хочется там новую работу или там переезд в новую страну, да, это тоже проект. В чём проблема-то? В чём вот эта драма и коллизия? Ну вопрос, если не хочется, да, если там надо, выглядит лучше, кому надо, зачем надо, непонятно. А, например, на тему мужчин, ну, мужчины, да, реагируют на какие-то, значит, внешние признаки, опять-таки, тоже с годами всё больше и больше. Когда мне было 20, на меня, в общем, никто внимания не обращал. Когда мне было 40, у меня очередь строилась. А в 50 я эту очередь даже не формирую сейчас, потому что она просто стоит, как стояла, и всё. Я не понимаю, в чём коллизия-то. Мне кажется, что на самом деле вообще все наши реакции мира на нас, они связаны даже не с тем, что мы видим в зеркале, а вот с каким-то, мне кажется, вот энергетическим посылом, с которым мы выходим к людям. То есть если мы там не делали никаких над собой процедур, но при этом от нас весело, смешно и радостно, и мы там поддержка для окружающих, то и мир смотрит вообще большими глазами и любит нас. Согласна, но вряд ли вас в этот момент хотят уложить в постель. Это зависит, опять же, мне кажется, от энергетического импульса. Согласна. Если нам с собой скучно, почему кому-то должно быть с нами весело и интересно, это понятно. То есть я в этом смысле с годами поняла, что вот концепция здорового эгоизма, она рулит. У нас, опять-таки, не было привычки. Вы в центре своего мира. Ну, можно назвать это не эгоизмом, чтобы никого не травмировать, потому что есть такие негативные коннотации, а скорее эгоцентризм. То есть вы в центре своей вселенной, вы самый главный человек в своей жизни. Нет никого важнее вас. Это странная история. Для меня она была просто шокирующей, потому что я была рождена для обслуживания своей семьи. Я это всегда знала про себя. Мне говорят, как это? Я говорю, а почему? У каждого свой функционал. Мне, по крайней мере, про это честно сказали. Откуда вы тут все взялись? Это тоже еще очень интересный вопрос. У разных же людей по-разному. Ну, я рада, что я знаю предысторию. Я считаю, что лучше знать, чем не знать. И, соответственно, от вот этой конструкции, что ты здесь для того, чтобы всех, так сказать, обеспечивать и обслуживать, я медленно, медленнее, чем бы мне хотелось, переходила в логику того, что я самый главный человек в своей жизни. И все, что происходит в моей жизни, должно быть выстроено для того, чтобы мне было хорошо. Вот как только это меняется… А какие составляющие? Ну, например, делегирование. Например, делегирование. То есть это же не только в деловых вопросах важнейший управленческий навык, управляя собственной жизнью. Надо научиться, на мой взгляд, передать все то, что вам не нравится, утомляет, печалит, тревожит, напрягает. Но надо сделать, должно быть сделано другим людям. Вот принципиально. На каких условиях – это уже другой вопрос. Там могут быть разные варианты, безусловно. Но себе надо оставить только то, что вас радует, вдохновляет. И мне поэтому люди часто задают, какая вы энергичная, как вы все это успеваете. Я говорю, потому что я делаю только то, что мне нравится. А что мне не нравится, значит, я твердо понимаю, что пусть я найду человека, который за деньги, по бартеру, еще за какие-то договоренности будет делать это и сделает это в 10 раз лучше, чем я, и все мы будем довольны и счастливы. Но для многих людей это совершенно вообще потрясающая мысль, как это так. Еще ведь страшно себе признаться. Я не люблю вести домашнее хозяйство. Я не люблю в каждодневном режиме заниматься с маленьким ребенком. Я мама праздника. Мне кажется, тут надо сделать ремарку, что сколько у вас детей, какой возрастной разброс? У меня трое детей, у старшей дочери 27, младшей 2 года. Еще есть сын, который… А ему сколько? Сейчас 24. И возникновение третьего ребенка – это тоже был огромный длительный проект, и я бесконечно счастлива, что она существует. Это, кстати, тоже прекрасная прививка. И она появилась в каком возрасте? 48. А мужу? А мужу было 59 в этот момент. Он впервые стал отцом. Отличный проект. Да, отличный проект. И это был проект восьмилетний. Но я понимаю, что для того, чтобы я была с ней счастлива и весела, и чтобы я была действительно для нее источником радости и позитива, и чтобы я жила свою жизнь как будто мне 30, потому что 50 – это новые 30. Мы же уже поняли этот. Да, вот я так сейчас и живу. Вот у меня 30-летняя женщина, 2-летний ребенок. Что в этом странного? Ничего. Это прекрасная история, но это все-таки довольно редкая история. Чаще наши ровесницы в ситуации, когда дети 27 и там 23-4 лет подросли, вышли вон, и тут бац, синдром опустевшего гнезда, и ты такой, раньше было в каждой комнате мам-мам-мам, а теперь вроде как надо перепридумать заново свои сценарии. Ну, для этого, во-первых, можно завести еще ребенка, но если вы не готовы к таким. Хотя это никакие не жертвы, а ее существование, вот вообще весь этот проект, ее возникновение. Ее это дочке Кера. Дочке, да, младшей. Это был потрясающий стимул. Вот сказать, что это молодельные яблочки, это ничего не сказать, потому что я опять проживаю все ощущения молодой женщины с маленьким ребенком, все вот эти проблемы, траблы, то есть я интересуюсь такими вопросами, которыми обычно люди, ну, только если на них внуков как-то бросают, все равно все-таки отношения, я думаю, бабушки, я еще не бабушка, я мечтаю стать бабушкой, но пока еще… Чтобы все и сразу. Конечно, конечно, мне очень хочется. А сколько вам лет? Мне 50, 5 лет. Отличный возраст. Отличный возраст, я говорю, мне так все нравится. Да, вот скоро 51. И, то есть, это реально рецепт, так сказать, эликсира молодости. Эти дети могут взяться откуда угодно, да, я знаю людей, которые усыновляли там или, я не знаю, выходили замуж за мужчин с маленькими детьми, то есть это могут быть и не биологически ваши потомки, отпрыски, да, но это вот маленький человек, за жизнь и благополучие которого вы теперь отвечаете там, ну, следующие лет 20, это понятно, да, уж по меньшей мере, а в нашей картине мир лет до 25, вот, и все, и снова здравствуйте. То есть, вот это и на уровне физиологии, каких-то ощущений, Мне кажется, что тут можно расширить линейку. То есть, вот даже если это мы говорим конкретно там про маленького человека, то есть тут есть ощущение своей нужности, необходимость быть в хорошей форме, потому что в тебе нуждаются. Это не обязательно должен быть маленький человек, это могут быть какие-то еще люди, для которых ты вклад и важная часть жизни. Я была, например, ребенком пожилых родителей, который... А во сколько мама вас родила? Меня мама родила, когда я была 35, а папе 48. По нынешним временам, что называется, ни одна бровь не дрогнет. Тогда это было событие просто неимоверной вообще странности. То есть, Вика, к тебе дедушка пришел, я говорю, это не дедушка, это и папа, и они были старые, хотя в голове своей они были подростки, конечно. Ну, то есть, они были прям старые, пожилые люди. И для меня это было когда-то темой, что они не могут со мной бегать, прыгать так, как мне бы того хотелось, и поэтому, так сказать, повторив этот опыт со следующим поколением, я надеюсь, что я сделаю все возможное, чтобы у моего ребенка не было бы вот таких переживаний, хотя, конечно, сейчас это... сейчас молодые родители скорее исключение, чем правило, потому что в 20 лет у кого сейчас дети появляются, крайне редкая история. Даже в 30 это уже какая-то такая... ну, в 30, да, нормально. Подростковый возраст сейчас наступает после 20, и это вообще некоторая норма, да, вроде пережили уже тинейджерство, и все прошло гладко, и тут здравствуйте. И тут здравствуйте, да. А вот сейчас я ехала, послушала... кстати, да, я все время слушаю какие-то подкасты, какие-то лекции, какие-то книги. Оказывается, неокортекс, да, то есть, ну, вот часть мозга, которая отвечает за логику, развивается, внимание, до 25 лет. А что же потом? Ну, вот такой логики. Нет, к 25 она достигает, так сказать, состояния развития, то есть, до 25 от этих людей. Странно ждать логических действий. У них голова не созрела для этого. А вот после 25 человек становится, ну, взрослым и понимающим все события. 21 год переходит на плато, то есть, поэтому во многих странах совершеннолетие в 21, а не в 18, да, потому что в 18 это еще не человек взрослый, вот, ну, который осознает последствия своих действий, поэтому, там, что он делает, это уже довольно странно, да, там, как он женится, выбирает, там, и так далее, и так далее. Вот, в 21. А вот этот процесс завершается в 25. Человек взрослый в 25. Дальше он взрослый, 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 а потом ему 45 плюс, а он вроде как взрослый, но есть вопросики. Ну, потому что жизнь несправедлива. Вот, опять же, абстрагируемся от руководителей и придем к обычным сотрудникам, которых нанимают на работу. Я говорила с своими подругами, живущими в Европе, и они говорят, ну, так-то мы возраста не ощущаем, только кадровик нам напоминает, и когда нам нужно соревноваться за рабочее место, все сложнее соревноваться с молодыми. Это очень интересная тема. И в этой ситуации... Тенденция поменялась. Я вас с этим поздравляю. Всем привет, потому что, ну, про Европу не могу сказать, потом Европа все-таки очень разная, но давайте называть вещи своими именами. Качество образования настолько упало, что 20-30-летние люди, к сожалению, не могут объективно конкурировать с 40-50-летними, даже закончившие те же вузы и так далее, и так далее. Знаете, почитав чаты любые, вы легко поймете, что 80% людей, которые в них что-то писало, никогда бы не получило высшего образования, которое они получили. Почему? А потому что они бы не сдали вступительного экзамена по русскому языку. Ну, то есть, получить шанс на высшее образование у них нет в реальности никакого. По крайней мере, по тем меркам, которые применялись вот когда-то к нам. И меня восхитила одна из моих учениц, рассказала, она преподаватель в вузе, не начальник, преподаватель. Говорит, да, я недавно им сказала, своим студентам, когда они в очередной раз запороли какую-то там контрольную или экзамен, говорит, отлично, друзья мои, учитесь хуже и хуже, потому что если вы так учитесь, это значит, что у меня и моих ровесников бесконечное количество времени и рабочих мест, потому что кто вас возьмет на работу, вы нам ни разу не конкуренты. Да, но при этом у каждого HR есть пометка до 45, и это действительно так. По-разному. Мы видим, что были эксперименты прекрасные, я читала в запрещенной в Российской Федерации социальной сети Facebook, про то, что вот просто эксперимент провела барышня. Она, ну, женщина под 40, да, и очень мало было откликов на ее резюме. Она оставила все свои компетенции, весь свой роскошный опыт, просто стала мужчиной там 34 лет. И тут же все HR на нее бросились. То есть она, наверное, могла бы остаться там женщиной, но там тоже поставить иной возраст, подкрутить. Ну, это на самом деле результат. Ну, понятно, что это и сексизм, и джизм одновременно. Да, вот из нашего времени. Отвечу, что делать обычному человеку, который знает, что это однажды произойдет? Ну, во-первых, не решать этот вопрос примерно в 44 с половиной года, а решать его, ну, например, лет в 38. Класс, только мы уже 45+. Мы уже перескочили вот эту возможность, мы уже в этой точке, технологии меняются, мы не успели их освоить. Это же правда. Не понимаю, пошли и освоили, пошли и освоили. 60-70, прекрасно. Вот я программистов наблюдаю, 70-летних, вообще пошли. В чем проблема? Конечно. Еще раз, как только мы себе ставим ограничения, мы живем внутри этого кокона. Ну, и опять-таки это не есть плохо. Но если вы хотите каких-то, так сказать, достижений, да, а может быть вообще сколько зарабатываю, столько зарабатываю, а зато я там дома пеку пирожки, или там зато я вот там, не знаю, шторы делаю, ручной работой ко мне вообще из подружек очередь стоит. То есть очень важно, чтобы у каждого человека была некая сфера, некая ниша, где этот человек очень успешен. Может быть, это не работа. К сожалению, к сожалению, моему великому, очень многие люди делят вот эту конструкцию работы и хобби. Вместо того, чтобы хобби превратить в работу и зарабатывать им деньги, и получать огромное удовольствие. Есть важная ремарка. Хобби доставляет нам удовольствие именно потому, что это дело, которое не подлежит некой оценке, и у нас нет в конце месяца KPI, потому что делаешь в удовольствие даром, ну, это действительно твой источник энергии. Как только ты превращаешь хобби в работу, у тебя появляется KPI, успел ли ты к сроку, если ты взял заказ, там, не знаю, наручную вышивку или пэтчворк, или еще что-то. И все, и это уже не источник энергии, а работа. Тоже не согласна. Вот я когда-то свое хобби сделала работой, и наслаждаюсь, и прусь вообще с каждым днем вообще со страшной самобытной силой. Я таких очень много людей знаю, как раз которых, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Выгнали их из своего института, или там закрылся их завод, и как бы привычная традиционная работа, куда их встроили когда-то там те же родители, нет, ты будешь инженером. И она пошла расписывать эти тарелки, да, и теперь делает международные выставки, да, или там бусики, там ткать какие-то. Вот. У меня море таких примеров. Но, опять-таки, мы не живем, не приходя в сознание, да, то есть как только мы начинаем задумываться об этих вещах, я считаю, что в любой момент времени можно посмотреть. Супер. А что у меня есть? А какие у меня ресурсы? А какие у меня связи? С возрастом у нас много контактов наработанных, да, у нас толстые записные книжки, мы знаем разных людей. А что я умею делать? А что мне надо? А что востребовано? А кто меня поддержит? Вот это вот, как это, нетворк, да, социальщина вся. В отличие от людей 20-30 лет, которые гораздо более индивидуалистичны и которые заточены, ну, то есть они на отношения, потому что им, понятно, да, биология вызывает, вот, на самореализацию, к сожалению, такого культа учёбы, а может быть и к счастью тоже, как посмотреть, такого культа учёбы, как у нас, у людей следующих поколений совершенно точно нет, потому что, ну, я это обнаружила ещё со своими детьми, а потом выяснил, что это не только мои такие, когда принёс двойку, двойку, ну, двойку и двойку, ну да. Мне кажется, просто мы отпустили ситуацию и уже не так оценивали оценки как что-то значимое. Ну, да нет же, почему-то. Нет, моя мама билась в истерике, да, когда, как они, как двойки. Ну, знаете, у меня была, например, родноклассница, которую папа порол за четвёрки, ну, потому что он не понимал, папа был военный, и натурально вот ремнём уже взрослую, там, в 6-7 классе, да, учителя, когда это узнали, они вообще перестали ставить оценки, потому что, ну, просто было очень страшно подставлять ребёнка. То есть папа не понимал, как можно не пятёрку получить. Предлагаю сделать всё-таки вывод из точки, в которой женщины, наши ровесницы оказываются в сложных ситуациях конкурирования за рабочие места, где хотят тех, кто помоложе. То есть если мы исходим из предпосылки, что самооценка – это оценка своих действий как эффективных и неэффективных, тогда нужно понять, где ты готов подкрутить, где ты готов поучиться. Вот я знаю очень много среди близких подруг примеров, что вот сейчас люди пошли кардинально менять сферу деятельности. Моя подруга – кинопродюсер, пошла учиться на, там, урбаниста. Моя подруга – супердиректор по маркетингу, пошла учиться консультированию по эйджингу. Да, теперь как-то мы не говорим иностранные слова, но, в далее, то есть тема с тем, что если мы понимаем, что мы где-то проседаем, что не получится просто пожалеть об этом и сдаться, ну, то есть ты можешь пожалеть об этом, сдаться и продолжать грустить. Но или же, как в любом другом возрасте, ты смотришь, чего недостаточно, и начинаешь компенсировать вот эти вот навыки, да? Да, именно так. Ну, очень хорошо опираться на свои предыдущие достижения, да, вот говоря про самооценку. Самооценкой надо всё время заниматься. Это как мышцы, которые надо всё время качать, если вы хотите хорошую фигуру. То есть один раз накачав, нельзя оставить и надеяться, что так всегда будет. Самооценка, к сожалению, кругом, опять-таки, да, как было, так и остаётся, такая довольно, ну, в общем, кислотная среда, которая скорее нам портит настроение, чем улучшает. Поэтому наша задача внутри и себя всё время взращивать ответ на вопрос, да, кто молодец, я молодец. То есть я в какой-то момент, когда вот меня стали на выборы звать, работать, когда я готовила будущих там мэров, депутатов, губернаторов, стратегические сессии проводила, очень часто передо мной ставили такую задачу, вот там выборы через три месяца, наш кандидат хороший человек, но не орёл. За не орла они голосуют. То есть человек должен демонстрировать уверенность в себе, да, умение решать задачи, умение договариваться, вот вот это всё, то есть что нужно. Давайте так, у нас обычно в конце выпуска три работающих совета. Вот мы уже начали давать советы. Давайте. Значит, формулируем первый ещё раз, как такую формулу, которую можно взять с собой. Я порядка 200 собрала этих приёмов повышения самооценки. Когда я записала курс, его хватило на год. Порядка 200 разных приёмов. И я их постепенно, и нельзя их вываливать, потому что человек будет потрясён, да, но если вот их давать постепенно, и кто-то что-то делает прямо сейчас, кто-то что-то тоже самое делает через три месяца, потому что сейчас он на это был не способен, а через три месяца он уже внутри себя, так сказать, развился и трансформировался. И это всё очень здорово работает, и у меня по этому поводу богатая статистика. Начинаю работать с самооценкой, то есть осознав для себя, что у вас есть… Ну, давайте так, у 45-летнего человека считаем, что как-то земную жизнь пройдя до половины, да, то есть впереди лет 40-50, когда вы должны жить качественно. Понятие пенсия, мне кажется, просто не существует, ну, ушло в небытие. Пенсии нет, но есть вот момент гормональный, когда перестраивается организм, и это действительно сказывается на многих наших структурах. Ну, жить-то вы дальше не перестраиваете. Продолжаем, да. Да, вот, а потом, ну, закончится такое. Иначе, что, прекрасно. Опять-таки, как всё организуешь, да? Так вот, когда вы это понимаете, что всё, что дальше происходит с вами, является исключительно следствием вашего действия либо бездействия, так называемая проактивная жизненная позиция. Вообще это очень важная, мне кажется, философская концепция, проактивность. Всё, что с тобой происходит, есть следствие твоих действий либо бездействий. Никакого случая, никаких обстоятельств, вот этого ничего не существует. Ты кузнец своего счастья. Или кузнечиха. Да. Есть вопросики. Пожалуйста. Потому что очень часто во взрослом состоянии мы можем отвечать за процесс и можем вложить туда всего себя и понимать, что ты сделал всё, что мог, но на конечный результат могут влиять внешние обстоятельства. Это объективная реальность. И мне кажется, что если мы, вот как я, например, я очень ориентирована на результат, поэтому если результат не тот, который я ожидала, моя самооценка сразу съезжает. Но мне кажется, что смещение фокуса на то, сделали ли я всё, что мог в процессе, это действительно помогает. То есть ты вкладываешься в путь. Безусловно. Ну, а результат уже не только ты влияешь. Делай, что должно, и будь что будет. Да. Но самое главное, ты понимаешь, что ты сделал всё возможное. Вот это главное. Так вот, осознав и признав этот факт, что уж, по крайней мере, со своей жизнью ты можешь делать что угодно, ты начинаешь собой заниматься и качать эти мышцы самооценки. Ну, и настоящие мышцы тоже очень хорошо качать, замечательно. А с самооценкой как? Начинаем, например, простейший, вот самый мой любимый простой приём – это ведение дневника. Многих людей говорят, как это так сложно? Покупайте простенькую маленькую книжечку, тетрадочку, и каждый день пишите сюда минимум три пункта, лучше пять, лучше десять. За что бы вы себя сегодня похвалили, если бы вы были вашим руководителем и наблюдали бы за собой? У меня нет поправки на то, была бы я своим руководителем или нет. У меня просто есть такая привычка, там, три хороших момента, которые со мной случились, почему я молодец, да, я завела недавно эту привычку. Лучше очень важно записывать. Я записываю. Да, недостаточно в голове фиксировать. Но не оценивая себя как руководитель, не руководитель просто вот изнутри. Ну, то есть, хотя бы так, как угодно, потому что, к сожалению, очень многие люди не могут себя оценить, поэтому нам нужна внешняя вот эта референтность. А вот какой-то человек, начальник, который наблюдает за тем, кто сидит в зеркале, как крошка-енот, да, тот, кто сидит в пруду. Ну, выходим из рабочей сферы, всё-таки руководитель это проработал. Я прекрасная жена, я прекрасная мать, я прекрасная хозяйка, я прекрасная любовница, я прекрасная подруга, я прекрасная дочь, какая разница? Я прекрасный, не знаю, там, владелец кошек или там собак, да, цветовод я фантастический. Это не принципиально. Вот. То есть, можно фокусироваться на какой-то теме, можно сделать максимально широко, да, если кто молодец, кто молодец, я молодец. Да, молодец, вот. Но очень важно писать, что именно произошло, то есть, за что конкретно молодец. И тут мы сравниваем себя с собой, потому что, условно, вчера опоздала на час, а сегодня на 20 минут. То есть, в принципе, нехорошо опоздать, мы это понимаем. Ну, какой прогресс. Но прогресс. В три раза. В три раза, да. Вчера было 10 ошибок, сегодня только две. То есть, пятикратный результат. Это отличный подход не, ах, 8 ошибок, а всего. А всего две, да, всего две. То есть, вчера-то было 10, то есть, динамика-то положительная, да, и это очень важно. Это вот к тому, что мы начинаем выискивать целенаправленно. Примерно 2-3 недели спустя, если человек вот это каждый день делает, причём желательно не пропускать ни с субботы ни с воскресенья, вас начинает, так сказать, подкидывать в течение дня, да, о, а вот я молодец, а вот про это надо не забыть написать в дневнике сегодня вечером, а вот это, а вот, ну, то есть, поиск, 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 да, причём считайте вам за это, не знаю, там, зарплату платят, KPI у вас от этого зависит. Вы не можете это не делать, то есть, если вы избрали для себя этот путь, вы решаете, что 3 месяца подряд я веду дневник, замечательно. Через 3 месяца вы его прочитаете, и это просто колоссальный всплеск. Мне люди просто в истерике звонили на 2 часа ночи с криками «Виктория!» Я молодец! Это же я, это мой почерк, это туда никто, боже мой, неужели ты, правда, я говорю, правда, говорю, ой, вот. И на этом кураже люди, например, правильно отредактировав резюме, я этому обучаю, людей идут и в любом возрасте получают любую должность, потому что вот эти истории про то, что после 45-ти это тараканы в нашей голове, потому что если вы классный специалист, за вами будет стоять очередь отсюда до послезавтра. У меня масса примеров, когда родители моих друзей 70, 80, 85 лет, она ходить толком не может, за ней присылают такси. Какая специальность? Ну, она преподаватель в ВУЗе, то есть она никакой не начальник, она просто прекрасный профессионал. И, кстати говоря, это ещё одна прививка, так сказать, от сомнений в себе. Надо стать блестящим профессионалом хотя бы в чём-то, хотя бы в какой-то отрасли, хотя бы в каком-то виде деятельности, может быть, в своей работе, профессии, а может быть, в печенье и пирогов. Но чтобы вы точно знали, что ваш Наполеон – это просто самый суперский Наполеон, и не гнушались бы заказами сделать этот Наполеон добрым людям за хорошие деньги. Ну, вот моя прибавка к этой формуле, что о чем ты можешь поделиться? В чём твой вклад в окружение? В чём твой вклад и признанный, признанный окружающим? Ну, слушай, твой Наполеон – это просто вообще сдохнуть, ум это есть. Дальше. Аффирмации. Это очень потрясающая штука. Я довольно скептически к этому относилась. Пока я не стала разбираться и, поначитавши всяких книг про подсознание, я получила ответ, почему это работает. Потому что вы формулируете словами в настоящем времени, коротко, чётко, минуты-полторы записываете себе на диктофон. В настоящем времени те положительные утверждения, которые уже описывают ваш великолепный формат, вашу великолепную реальность. Например, меня зовут Виктория Шухат, я блестящий профессионал, все мои советы гениально работают, люди, которые ко мне обращались, обращаются ещё раз и ещё раз, зовут друзей, знакомых и родственников. То, что я советую, работает на 100%, я заработала миллионы рублей долларов, тугариков, шуршиков, благодаря тем людям, которые с удовольствием оплатили мои услуги и так далее. Коротко, ёмко и чётко. На самом деле, я недавно делала это задание с психологом, с нашей с тобой общей подругой. И мне очень понравилось дополнение к этой задаче, что ты не просто формулируешь, какой ты, да, и в чём ты там молодец и как-то представляешь идеальную ситуацию, в которой ты хочешь быть и себя чувствовать, но за каждым словом, которым ты оперируешь, есть твоё чёткое понимание, что ты имеешь в виду. Сейчас расскажу свой пример. То есть, у меня была формула и есть, что я любящая и любимая, лёгкая и счастливая. Но это не просто вот четыре слова, а за каждым словом у меня есть базис. Потому что, например, про лёгкость. Недавно говорили с подругой, и она мне описывала отличие своего прекрасного красавца-мужа-итальянца от его отца. И говорит, вот очень они похожи, но ещё у нашего деда есть такое чудесное свойство. Что бы ни происходило, он всё время говорит в конце, ладно, идём дальше. И вот в этом есть лёгкость. И вот ещё у меня очень... То есть, за каждым понятием должна стоять конкретика. Да-да-да, у тебя вот должна быть какая-то вот история, почему это именно так. Вот для меня лёгкость – это вот пройдём дальше. А ещё вот мне очень нравится выражение из татарского языка, что у них нет слова «назад», у них есть только слово «вперёд». По-моему, это звучит как «альга» или «альга». Ну, в общем, примерно так, да, что они всегда идут вперёд, а если надо пойти назад, они разворачиваются и опять идут вперёд. Вот для меня вот эта вот лёгкость про то, что что бы ни случилось, мы всё равно легко продолжаем шагать. Например. Вот аффирмация, да, аффирмация должна, ну, для того, кто её создаёт, быть абсолютно прозрачной. То есть, никаких абстракций, никаких общих каких-то фраз размытых таких, да, чётко, ясно, конкретно. Всё уже произошло. Про любую и любимую тоже вот хотела рассказать, что у меня стоит за этим понятием. Мне очень понравилась в диалоге с астрологом. Я однажды, и даже не однажды, а пару раз в жизни ходила к астрологу, и это было очень занимательно. Ну, это же в целом математика, да, вот, и они считают там какие-то наши даты. То есть, не то, что я вот верила всерьёз, но это был интересный эксперимент. Вот, и мне очень понравилась одна подсказка, что вообще в эзотерике есть две энергии. Энергия страха и энергия любви. И вот всё, что с нами происходит, мы делаем из одной энергии, или из второй. И вот страх – это вот страх, что воды в конце жизни не подадут, а останусь я там без дела, без денег, без окружения, вообще одинокий. Вот это вот всё как бы страх, да, и что дети там обо мне не позаботятся должным образом. А любовь – это же совершенно как бы по-другому, да. Вот я сейчас там поддержу ребёнка не потому, что я боюсь, что он мне воды не даст, а просто потому, что пусть этот прекрасный ребёнок встанет на ноги, будет устойчив и так далее. И там мыть её посуды, которая меня там расстраивает, ах, они не помыли. Ну нет, я же хочу, чтобы мой дом был уютный, и чтобы все чувствовали его дома. Ну да, конечно. Поэтому я помою посуду из любви к ближним, и им будет здесь хорошо и атмосфера. И вот это важно под каждое слово подкладывать. Согласна. Ещё очень крутое упражнение – представить ситуации, которые уже были в твоей жизни, когда вот у тебя было ровно вот это ощущение, вот какой-то вот такой вот счастливый, наполненный день, и вот почувствовать себя в нём. Очень важно вообще, ну это вот, кстати, к третьему приёму про самооценку, да, ставить цели. Ставить цели, причём ставить их очень умело. Не просто чётко формулировать цель, что ты хочешь, а эмоционально её подкреплять. Потому что масса экспериментов, если ты просто ставишь цель, не работает. Если у тебя просто есть какая-то размытая хотелка, желание, стремление, не работает. Работает только, когда сочетается рациональное, чёткое вот описание, что конкретно должно быть, да, вот, не знаю, смарт нам в этом помогает, да, там. К такому моменту такие-то показатели, исчислимые результаты, которые важны и влияют на то-то и то-то, да, и при этом напитанность своими стремлениями, что вам это правда хочется, потому что ведь, к сожалению, цели бывают часто такие наведённые, там, я хочу отдать ипотеку, закрыть. Нет, я не хочу закрыть ипотеку на самом деле. То есть я знаю, что это положено, это надо, но на эмоциональном уровне меня это не занимает, допустим, да, и тогда ничего не получится. И тогда можете ставить эту цель хоть вообще морковки на заговине, но оно не работает. В этом я глубоко материалистичный человек, от эзотерики я далека, я просто понимаю, что это как-то, ну, не знаю, квантовая вселенная такая работает, когда мысль материальная, это мы уже поняли, да, вы чётко видите этот результат, и эмоционально, вот прямо на уровне запахов, вкусов, ощущений, цвета, где-нибудь там, температурного режима вы переносите себя в ту реальность, где уже всё произошло. То есть где у вас уже, там, скажем, не знаю, там, выплаченная квартира или, там, прекрасный муж, который вам цветы принёс, или, там, ребёнок, там, первый приз получил, вот что-то такое, да. Но, кстати говоря, считается, что лучше собою заниматься, а не мужьями, детьми. Помните, мы же в центре своего мира. То есть, по идее, надо формулировать все цели применимо к себе любимой, а не к другим людям. Все остальные в этой жизни могут делать, что хотят. Самое главное, что вы со своей жизнью делаете. И когда мы хотим, чтобы, там, наш ребёнок принёс приз, да, или, там, наш муж принёс нам эту, там, какую-нибудь, не знаю, огромную, красивую охапку роз, то это не про нас. Нам надо почувствовать себя человеком, который получил охапку роз. Ну, хорошо от мужа, можно не от мужа. Ну, главнее получить охапку роз. То есть вот, вот эта эмоциональная составляющая. И осознать, что вы имеете право на эту охапку роз, и вы имеете право стать той матерью, которая чувствует, что ей её ребёнок сообщает, что, там, выиграл, там, все соревнования, или, там, получил золотую медаль, да, условно. Если вообще это зачем-то надо, в чём я лично сильно сомневаюсь. Как правило, потом выясняется, как с очень многими достижениями, когда вы их достигаете, если они были такие наведённые, ну, купила машину, ну, построила дом, там, ну, съездила в Париж. Ну, да, ну, да. Ну, то есть где вот этот вот фейерверк эмоций, да? Его нету, потому что это была не ваша цель. Это вам мама внушила, что надо, там, съездить в Париж на Новый год. Это была её мечта, да, или, там, ваш муж всегда мечтал построить дом и туда переехать, да, и вот вы это сделали, и вот всё, вот, всё есть. Это ваше, не, не ваше. У нас с искренностью проблемы. Понятно, что мы живём в семье, которая, или вообще в социуме, да, которая нам формирует вот эти вот стереотипы. А очень часто это такое, что называется, воронье мишура получается, то есть, ну, вот ты это всё получил, ну, да, ну, теперь смотри на эти блёстки, и что? А счастье где? Знаете, как анекдот про шарики, да? Наверняка много раз слышали, а может быть и нет. Человек приходит в магазин и сдаёт шарики назад, воздушные. Говорит, заберите, пожалуйста, верните деньги, бракованные. Продавщица в изумлении говорит, что такое? Не надувается? Надуваются. А что, там, цвет какой-нибудь некрасивый? Ну, красивый цвет, что-то там пахнет, может, как-то. Да нормально не... А в чём дело? Не радует. Мораль, смотрим, что порадует именно нас, где наша зона комфорта, эффективности, и не оцениваем себя, а оцениваем свои действия как эффективные и неэффективные, и плохая новость в том, что не получится ничего не делать. Ничего не делать не получится. Нет, можно как-то... Выживание является обязательным, как говорится, да? Вы же можете со своей жизнью делать всё, что угодно, в том числе пустить её под откос. Это ваше право. Но если вы становитесь в центре своего мира, вы удивительным образом обнаруживаете, как, так сказать, мудрая и щедрая вселенная подкидывает вам разные возможности, разные ресурсы, разные руки помощи протягивают вам. Вот на том стоим. То есть, как только вы действительно начинаете заниматься своей жизнью и живёте себе на радость, чего я всем и желаю. А если мы собираемся жить долго, а мы собираемся жить долго, то точно совершенно стоит в середине пути соломки подстелить и продумать сценарии, при которых вторая половина жизни будет наполнена смыслами, людьми, интересным. И всем того желаю. Это был подкаст «45 плюс». У меня в гостях была консультант, психолог Виктория Шухат. Спасибо большое, Вика, что пришли. Спасибо, Юля. Подписывайтесь на нас в Телеграме, слушайте нас на всех подкаст-платформах и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok